Что на самом деле происходит на Луне? Астроном-любитель из Германии обнаружил нечто массивное, движущееся по Луне. И оно явно не человеческого происхождения и не послано НАСА или каким-либо другим космическим агентством. Так что же это может быть? НЛО? Обычное свечение Луны или явление, которое мы никогда раньше не видели? С тех пор, как люди стали наблюдать за Луной, они видели там огни, которым не было объяснения. Так появилась история о человеке на Луне. И у нас кровь стынет в жилах, когда мы задумываемся о том, что это на самом деле значит. Луна – это небесное тело, которое крепко привязано к Земле. Особенность этой связи заключается в том, что Луна всегда показывает нам одну и ту же сторону. И на протяжении тысяч лет никто не видел, как на самом деле выглядит другая сторона и что там происходит. Поэтому неудивительно, что Луна всегда была центром напряженных спекуляций диких историй. В наше время все больше астрономов-любителей устремляются к Луне, чтобы насладиться красотой спутника Земли или получить впечатление из первых рук о секретных процессах. Один космический энтузиаст из Германии посмотрел сторону Луны в свой телескоп и увидел вот что. Источник света поначалу небольшой и сразу вызывает интерес зрителя своим нежным красноватым свечением. Что это может быть? Обычно нас объясняют световые явления и пятна, которые будто бы появляются перед Луной, как спутники, отражающие свет Солнца. Но этот объект сразу показывает нам, что это точно не спутник. Он медленно приближается к Луне и становится ясно, что этот свет не проходит перед Луной. Кажется, что он направляется к поверхности Луны и вдруг свет рассеивается в треугольной форме перед объектом. Красный цвет становится еще более отчетливым, а объект все более загадочным. То, что кажется нам здесь крошечным, должно быть гигантским объектом по сравнению с размерами Луны. В какой-то момент следы света исчезли, его как будто никогда не было. С тех пор, как видео было опубликовано, интернет-сообщество строит догадки о том, чем мог быть этот объект. Реально ли это видео или это подделка? Мы не знаем, но нам известно, что случаи наблюдения странных объектов и огней вокруг Луны происходят почти ежедневно и, возможно, этому есть причина. 1, 2 или 3 балла. За десятилетия накопились десятки видеороликов и фотографий, на которых запечатлены световые явления вокруг Луны. Иногда можно увидеть 1, 2 или 3 заметных огонька. Даже когда Луна ярко освещена, наблюдаются объекты, которые не кажутся яркими, как свет, а видны, как темные пятна на фоне Луны. Ученые объясняют яркие огни, как переходные лунные явления ТЛП. Сообщения о наблюдениях необычного света на Луне появились еще в VI веке. Даже в наши дни ученые наблюдают огни, изменения цвета или даже кратковременные потемнения, которые вызывают временные изменения во внешнем виде Луны. Эти явления систематически каталогизируются с 1958 года, но объяснений им пока никто не нашел. Несмотря на крайне странные явления ТЛП, уважаемые научные круги не хотят ничего знать об инопланетянах и их деятельности на Луне. Утверждается, что газы, выходящие из недр Луны и отражающие солнечные лучи, вызывают такие явления, как красный свет, который мы видели в самом начале. Другие ТЛП светятся синим, зеленым или даже фиолетовым. И все, как утверждается, совершенно нормально и объяснимо. ТЛП варьируется от маленьких, похожих на точки огоньков, до больших светящихся областей. Иногда они появляются как кратковременные вспышки или как едва заметные меняющиеся оттенки цвета на лунной поверхности. Настоящая летающая тарелка из 1975 года? Часто ходят слухи, что даже Нил Армстронг и Баз Олдер, не были совершенно одиноки на Луне во время своей лунной прогулки в конце 1960-х годов и видели несколько космических кораблей, наблюдавших за ними. Утверждается, что НАСА хочет все скрыть, но это не совсем так. Это видео, которое якобы было записано Джеймсом Ирвином, астронавтом миссии Аполлон-15, никогда не скрывалось и не замалчивалось. Однако никто не хотел признавать, что эта штука ужасно похожа на летающую тарелку. Официальная линия заключалась в том, что видимый объект может быть и отражением света. Но посмотри сам на тень, которую он отбрасывает под собой. Она ясно показывает, что дискообразный объект парит над поверхностью Луны. Нечто очень похожее можно увидеть здесь. И снова НАСА утверждало, что это камень, но опять же тень показывает, что нечто парит в воздухе. Может ли это все быть совпадением? Скорее всего нет. У нас нет никаких веских доказательств существования инопланетян на Луне, но есть несколько интересных подсказок. В 1970-х годах ясновидящий медиум Инга Свон получил от ФБР задание посмотреть на Луну с помощью дистанционного просмотра. Среди прочего Свон увидел высокоинтеллектуальных инопланетян, которые занимались добычей полезных ископаемых на дальней стороне Луны. Удивительно, но слухи о добыче полезных ископаемых на Луне существуют дольше, чем НАСА и современные телескопы. Каким-то образом, много веков назад люди придумали, что на Луне живут люди или люди, которые ведут там активную деятельность. А позже появились истории о том, человек или люди могут быть ответственны за свечение Луны. Свону пришлось молчать о своей миссии в течение 10 лет, и тогда ему поверило лишь небольшое, посвященное сообществу исследователей НЛО и любителей паранормальных явлений. В годы предшествовавшей его опыту ФБР, Свон был уважаемым научным медиумом, который правильно просканировал атмосферу Юпитера задолго до того, как первые зонды достигли газового гиганта. Что же там происходит? Представляешь, до 1959 года ни один человек не видел дальнюю сторону Луны. В том году Советский Союз отправил Лунну-3 один раз вокруг Луны, но сохранил большую часть снимков для себя. Поэтому, конечно же, никто не знал, что видел на дальней стороне Луны эта нация, крайне враждебно настроенная к США во времена Холодной войны. Лунный орбитальный аппарат NASA Lunar Orbiter-1 достиг дальней стороны Луны только в 1966 году, и предположительно, за известным нам ликом Луны было видно не так уж и много, если не считать пересеченного ландшафта. Однако мы также должны признать, что эти зонды не могли показать детали лунной поверхности или распознать инопланетян, добывающих полезные ископаемые в кратере. Это стало возможным только гораздо позже, благодаря снимкам высокого разрешения. Сегодня, благодаря Google Moon, даже любители могут просканировать Луну и перевернуть каждый камень. Это неоднократно приводит к удивительным открытиям, а иногда участки спутниковых снимков кажутся подозрительно размытыми, из-за чего считается, что мы, обычные земляне, не должны видеть некоторые вещи, происходящие там. Это все еще нормально. Объяснение отдельных огней с помощью TLP еще может иметь какой-то смысл. Но что нам делать с тремя огнями, летящими строем? Когда НАСА в очередной раз заявляет, что все абсолютно нормально, оно, скорее всего, пытается натянуть лунную шерсть на наши глаза, потому что здесь точно нет никаких световых явлений, которые происходят от таинственного газовыделения с Луны. Если мы соединим три точки, то в итоге всегда получим одну и ту же фигуру – типичный и легко узнаваемый треугольник. Эта форма часто появляется в связи с наблюдениями НЛО на Луне, а также на Земле. На этой фотографии три типичных огонька настолько яркие, что можно различить очертания космического корабля в центре. Эти летающие объекты регулярно замечают и сообщают о них почти повсюду на Земле. В 2021 году внимание привлекли эти снимки из Херфордшира в Англии. В том же году один из таких летающих треугольников появился над Калифорнией. А еще через год очень похожий НЛО был замечен над Карлсроя. Учитывая такую чистоту наблюдений, мы должны спросить себя, чего хотят эти летающие объекты вокруг Земли и на Луне? Этот вопрос разделяет даже мнение энтузиастов НЛО и пара исследователей. Одни считают, что инопланетяне наблюдают за нами, а другие даже предполагают, что внеземные расы поддерживают контакт с правительствами или определенными организациями так, чтобы обычное население планеты не замечало этого. Луна может быть своеобразной остановкой или базой для существ, которые либо хотят добывать там сырье, как сказал Инга Свон, либо следят за нами, землянами. В любом случае Инга Свон говорил, что инопланетяне, которых он видел на Луне, не были дружелюбны по отношению к людям и, как и сам Свон, были умственно одаренными. Когда инопланетяне поняли присутствие Свона, они разозлились и ФБР тут же пресекло попытку. Конечно, мы можем спросить себя, как это должно работать с людьми на Луне в будущем, если вокруг будут находиться плохо настроенные инопланетяне. С другой стороны, хотя Луна намного меньше Земли, она также достаточно велика, чтобы не мешать, и мы не можем исключать возможность того, что НАСА, ФБР или правительство США за прошедшее время не вступили в контакт с людьми с Луны. Вымысел или реальность Кто не видел лицо Марса, марсианские пирамиды или человеческие или пирамидообразные явления на Луне? В подавляющем большинстве случаев эти объекты являются так называемой париедолией. Наш мозг создает из недушевленных предметов, таких как камни или песчаные дюны, образы, которые имеют отношение к чему-то знакомому. Затем мы видим тени людей, кости или вещи, а также структуры, похожие на здания. Многие из этих париедолий теперь разоблачены. Благодаря новейшим зондам на Марсе и Луне подобные явления стали наблюдаться и объясняться с других сторон. Так что среди множества наблюдений НЛО и инопланетян наверняка есть большое количество ошибок или даже подделок. Но как насчет этого? Это снова подозрительно похоже на псевдопирамиду на Луне. Но погоди-ка, здесь восемь огней расположены точно в треугольнике под углом 90 градусов, а природа действительно не производит ничего подобного, и это также не может быть оптической иллюзией. Снимок породил множество домыслов, и снова ожили идеи о секретных подземных базах пришельцев на Луне. Утверждается, что внутри Луны есть множество полостей, в которых, как говорит, сохранятся космические корабли, некоторой длиной в несколько сотен метров. Как ни странно, но теперь даже именитые ученые нашли доказательства того, что Луна полая внутри. Это произошло потому, что сейсмографы зафиксировали лунотрясения, которые так странно резонировали, как будто Луна полая внутри. Обычно лунотрясения происходят как очень мягкие толчки, вызванные геологическими процессами на Луне. Однако в данном случае упал метеор, вызвавший сильные толчки, которые прошли прямо сквозь Луну, впервые сделав феномен полой Луны заметным. Подписывайся, ведь лучшие видео еще впереди. Спасибо. Спасибо. Спасибо.